Влад Лей. Северянин. Книга седьмая. Викинг. Конунг Севера. Глава первая. Головокружительный карьерный рост. Возле костра сидели только мы двое и неспешно вели беседу. Подданные короля, как и мои воины, сначала несмело топтались вдали, удивленно глазея на своего вождя и правителя. Они совершенно не понимали, почему тот вдруг соизволил говорить с каким-то варваром с севера, как с равным. Ну а мои недоумевались, чего это вот он. Ярл и, возможно, Конунг вдруг уселся возле костра с каким-то вельможей южан и ведет с ним беседы, как со старым другом или, как минимум, хорошим знакомым. Так-то и те, и другие были правы. Вот он и король ранее не встречались. Ну а даже если и было такое, то назвать их друзьями было сложно. Но вот игроки, под управлением которых были эти самые вот он и король, друг друга знали. И даже провернули одну аферу. И как же теперь тебя зовут, поинтересовался я у короля. Тот усмехнулся и, словно бы пародируя кого-то, вполне возможно, что собственного мажордома пафосно выдал. «Правитель Шиала и окрестных вод, защитник страждущих и покоритель земель, его величество король Дитрих Первый!» «Так в Шиакрестных вод!» — хмыкнул я. «Ну, мой флот наводит ужас на местных рыбаков», — рассмеялся его величество. «Что-то ни разу не слышал, что у Шиала появился флот», — задумчиво протянул я. «Когда только построить успел». «А вот такой вот я», — улыбнулся Дитрих. «И сколько же у тебя кораблей? Сколько флотов?» «Пока один». «Не густо». «А сколько в нем кораблей?» «Ты не понял. У меня корабль один». «Я неверующе уставился на короля, а затем не сдержался и заржал. Король тоже улыбнулся, а затем присоединился ко мне. Мы хохотали, вызывая огромное недоумение у кружащих неподалеку от нашего костра людей». «Да, окрестные воды могут спать спокойно», — наконец смог выдавить я из себя. «Слушай, а покоритель земель ты такой же, как и адмирал?» «Ну, типа того», — кивнул король. «Отжал пару деревень у соседей, разбил их наемников, и теперь я покоритель». «Да, у вас на юге я уже бы прослыл кем-то вроде Чингисхана». «Что, пришлось повоевать?» «Еще как», — хмыкнул я. «Я смотрел несколько твоих видео. Сатом вы здорово надавали». «Есть такое», — кивнул я. «Но все-таки объясни мне, как ты стал королем? У меня это просто в голове не укладывается». И действительно, представить ситуацию, когда, казалось бы, обычный наемник, коему был Дитрих по прозвищу Харек, вдруг стал королем, было сложно. Даже тот факт, что он как-то смог просочиться в королевскую гвардию, уже был странным. Но ту историю я помнил. Сам же Дитрих, или, точнее, управляющий им игрок Саша, с которым мы пересекались еще во времена бета-теста Норхарда, рассказал. «По большому счету, во всей этой истории виноват был я, ведь именно мой отряд и мои корабли прибыли к берегу. Разорились и линии, в котором Дитрих служил обычным стражником. Учуяв проблемы и забив на службу, он смог таки выжить, а затем заявился назад в разоренную уже деревню и как герой довел оставшихся жителей, часть мы тогда забрали с собой в качестве треллов до столицы, где и поведал обо всем случившемся лично королю. Король тот, к слову, был редкостной тряпкой, трусом и недотепой, поэтому королевством по сути правил один из военачальников. Некий граф Войте, довольно-таки ушлый и сообразительный тип. «Да и чего уж греха таить! Полководец он был неплохой. Скорее, именно благодаря его стараниям шиал еще не растащили на куски соседи. Похождения Дитриха произвели впечатление на монарха, и на бывшего стражника, наемника, снизошла поистине королевская милость. Его взяли в ряды королевских гвардейцев, личной охраны короля и элитного подразделения королевства. Да вот только Дитриху там было, мягко говоря, некомфортно, и причиной тому был все тот же граф. Тот и часть других вельмож считали, что наемнику не место в рядах гвардейцев, где зачастую службы несли отпрыски благородных семей и самых уважаемых людей королевства. Дитрих понял, что нынешнее его место очень и очень временно, и решил воспользоваться служебным положением. А если точнее, связался со мной в Реале, и мы с ним сговорились. Проще говоря, Дитрих подготовил все к тому, чтобы северяне без особых сложностей смогли взять столицу Шиала. И мы это сделали. Редволл мы разграбили по полной. Причем Дитриха тоже не обделили. Его доля была такой, что он с легкостью мог посоревноваться с олигархами королевства, меряясь богатствами. Хотя, конечно же, делать этого он не планировал. Налоговой во времена викингов еще не было, но особо любопытные личности могли задаться закономерным вопросом. А откуда это у наемника? Ну ладно, гвардейца? Появились такие деньжища. Честно говоря, я был уверен, что после всей этой нашей авантюры Дитрих по прозвищу Харек свинтит из Шиала куда подальше, а сядет где-нибудь и будет жить припеваючи. Ну или на крайний случай создаст отряд наемников и начнет куролесить себе в удовольствие, но нет, Дитрих поступил иначе. Имея довольно-таки приличные запасы золота, он начал подкупать людей. Сначала наемников, служащих Шиалу, затем подмазал военных, следом чиновников. Как человек из 21 века, Алекс сделал это вполне умело, аккуратно и профессионально. Так что мало-помало у него появилась не только собственная сеть осведомителей, но и без преувеличения собственная армия. А вот дальше случилась беда. Появился-таки свидетель злодеяния Дитриха, или что правильнее человек, само существование и слова которого могли быть доказательствами предательства Дитриха, свидетельствами сговора Дитриха с нами, северянами. И свидетель этот сразу поперся к графу Войте, все ему выложив. Далее произошло то, чему ни я, ни Саша, Дитрих в смысле, в жизни бы не поверили. — И ты представляешь, этот напыщенный идиот, всего-то с парочкой охранников, приплелся, чтобы меня шантажировать, — рассмеялся Дитрих. — Ну а ты что? — спросил я, хотя уже и сам понял, что произошло дальше. Граф Войте совершенно забыл, что имеет дело не с изощренным дворцовым интриганом, каким был сам, с какими привык состязаться за место у трона, а обычным наемником, который ищет самый простой путь решения проблемы. Игрок, к слову, управляющий этим персонажем, был столь же прямолинеен. Так что в ту ночь граф, видимо, по пьяни, ошибся с направлением и вместо дверей в одной из башен прошел через зубцы внешней стены, ухнув вниз и разбросав мозги по камням. Двое его телохранителей по заверениям режглотку, верного приятеля Дитриха, увидев, что патрон самоубился, от греха подальше свинтили из города. «А на самом деле?» — поинтересовался я. «И вправду свинтили?» — серьезно заявил Дитрих. «Правда, недалеко. Режглотку вытащил их и прикопал под скалой, неподалеку от стены». «Понятно», — хмыкнул я. «Ну хорошо, с графом ты разобрался, а дальше-то что было?» А дальше Дитрих развернулся по полной. Несколько особо ретивых дворян, недолюбливающих наемника, вдруг покинули грешный мир. Кого-то прирезали грабители на улице, кто-то сам влез в петлю, кто-то был настолько пьян, что утонул в собственной ванне. «Слушай, а ты коварный!» — заметил я. «А что делать? Дорога к власти — это дорога по головам!» — пожал плечами Дитрих. Столь много смертей в короткое время вызвало панику среди дворян. До чего дворяне королей, тот занервничал. Но Дитрих был тут как тут. Втирался в доверие короля как мог и, в конце концов, даже спас ему жизнь, сорвав покушение. «Покушение, как понимаю, ты же и организовал», — уточнил я. «Конечно», — улыбнулся Дитрих. Правда, потом нашел истинных заговорщиков и всех их перевешал. Нисколько не сомневался. Наконец, вершиной карьеры Дитриха как гвардейца стало отражение вторгшихся на территорию шиала вражеских войск. В качестве таковых выступали наемники, нанятые соседом, которых Дитрих смог перекупить и, уже сам заручившись помощью этих самых наемников, ударил по землям соседнего королевства, отжав кусок земли. Король был в восторге и впал в панику, когда Дитрих заявился к нему, заявив, что собирается покинуть свой пост, так как умер его дядюшка, и Дитриху нежданно-негаданно досталась дядюшкина баронская корона. Король не пожелал пускать столь верного и умелого подданного. Тем более, когда тот, как выяснилось, дворянин, пусть и другого королевства, и предложил Дитриху жениться на своей дочери. Дитрих возражать не стал. «И далее король умер», — хмыкнул я. «Дай угадаю, сердце не выдержало?» «Подавился? Неудачно лег и задохнулся?» «Нет, классическое. Я бы даже сказал, профессиональное заболевание», — усмехнулся Дитрих. «Это какое? Был приступ геморроидальных колик, усилившийся от продолжительного употребления алкоголя, что и привело к преждевременному уходу из жизни?» «Это ты загнул!» — рассмеялся Дитрих. «Не, все проще. Апоплексический удар». Я нахмурился, но тут же дошло. «А, это от табакерки, что ли?» «От нее». «Завалил, значит, короля». «Я тут ни при чем!» — замахал руками Дитрих. «Ну да, ну да. Мы тут ни при чем, мы тут ни при чем. Совсем не понимаем, не знаем, что почем», — пропел я. «Кушаем мацу, играемся с мечом», — поддержал меня Дитрих и засмеялся. Далее все уже пошло по накатанной. Часть дворян возмутилась, что править ими баба не будет, они ей не подчинятся, так что бразды правления испуганная королева тут же передала сыну. Да только тот был еще совсем младенцем, поэтому страной правил король-консорт, плавно переведенный сначала в регенты, а затем уже ставший полноправлым монархом. Для Дитриха все эти манипуляции оказались несложными, ведь у него на прикормке были многие чинуши, которые откопали древние законы, протащили решение, продвинули его. «Вот, собственно, вся история», — закончил Дитрих. «Теперь потихоньку прогрессорством занимаюсь». Он постучал по своему латному нагруднику. «А я-то думал, начнешь завоевывать всех да вся», — разочарованно вздохнул я. «Да я бы с удовольствием, но только стоит мне дернуться хоть в одну из сторон, тут же ответка с другой прилетит». «Ты вот сам посуди. Слева от Шиала, ну, Свен. Стоит мне попытаться пойти на кого-то из соседей войной, ну, Свен тут же нападет. Эти сволочи давно на меня зуб точат и хотят отхапать территорию. Видите ли, когда-то Шиал входил в их сраную империю. Ну и на самну, Свен, я напасть не могу, слишком уж силы неравные. «Завязну там, и тут же в спину ударят ракад. У нас давние территориальные распри. Плюс я у них, еще будучи гвардейцем, часть территории отжал». «Да, не фонтан», — кивнул я. «А с тобой что?» «Что-то ты как-то не так выглядишь. Вроде ж твой рмор и мой Дитрих ровесники, а теперь ты явно моложе выглядишь, прям не узнать». «Колись, моржевым усом там, на севере, натираешься», — улыбнулся Дитрих. «Ага, моржевым ухом», — невесело усмехнулся я. «Мой нынешний перст нермор». «Опа. А где рмор?» «Завалили». «Кто?» «Братец НПС, тугадум тупой. Гуков и Холодов». «Вот сволочи», — посетовал Дитрих. «Хотя слышал я, Гуков уже отпрыгался. Его вроде ж попёрли из нашей конторы и в полиции дело звели». «Ага, был такое». «А сейчас я слышал, вообще куда-то так рога вмочил, что и завалили». «Снова да». Я не стал рассказывать о подробностях смерти Гукова. Оно Дитриху Сашке не нужно». «Так значит, ты в новом персе?» Вздохнул Дитрих. «Всё с нуля пришлось начинать». «Ого», — кивнул я. «Так, погоди. Братильник, ты говоришь, сговнился. Так ведь урмора племяш вроде был. И будто отношения у них были нормальные. Куда племянник-то делся?» «Без понятия. Я был далеко от Олдера, и узнать подробности было не у кого. Вроде как утонул. Корабли-альмёрки схлестнулись с кораблями конунга Сигурда. Там ратур и сгинул». «Печально, конечно», — вздохнул Дитрих. «Ещё как», — буркнул я. «Но что случилось, то уже случилось. Главное, я снова смог стать ярлом, и очень надеюсь в скором времени завалить конунга, оттяпать кучу островов». «Хочешь королём северян стать?» — вздохнул Дитрих. «Конунгом», — поправил я его. «И да, есть такое желание. Но если с конунгом, в принципе, всё на мази, то вот с Холодовым придётся помучиться». «Так с Ольмёрки заключи союз и вперёд». «Вот тут как раз и засада». Я рассказал ему о своих сложностях, что мне нужен древень, дабы тот представил меня клану Ольмёрки, и только тогда я бы попытался заключить с ними союз, а затем и раздавить к чёрту всех оставшихся врагов. «О, как!» — выслушав меня, хмыкнул Дитрих. «Ого!» — кивнул я. «Ну, чего ты от меня хочешь, теперь понятно, чтобы я тебе отдал Гора и всю его свору». «Да?» — кивнул я. «Извини, но нет». «Почему?» «Меня твой дружок просто достал! Нет, чтобы ну Свен грабить, или вообще спуститься ниже и пощипать юг континента. Он сюда повадился. Достал уже! Сил нет просто!» «Ну давай я с ним поговорю. В конце концов у нас будет такой замес, что каждый человек на счету». «Нет», — покачал головой Дитрих. «Гор из меня много крови попил. Я с ракатцами бодался, и тут выясняется, что опять северяне пожаловали на побережье. Пришлось всё бросать и переться назад. Твой дружок имеет дурную привычку жить в моей деревне, и мне это совершенно не нравится». «Я с ним поговорю, и он больше не будет». «Да что за детский сад?» — рассмеялся Дитрих. «Нет уж, лучше я его повешу, и дело с концом, и всю его банду на кол посажу». «И чего ты этим добьёшься? К тебе тогда начнёт наведываться клон Альмёрке, гор их союзник». «Ну, значит, и они получат по рогам». «Это глупо», — покачал я головой. «Да и повесив горы, ты проблему не решишь». «Как это «не решу»?» «Нет человека — нет проблемы». «Не в нашем случае». «Друган мой возьмёт нового перца, раньше или позже собьёт ватагу и будет мстить. Причём в таком случае шансов отговорить его прекратить не будет». «Так себе довод», — пожал плечами Дитрих. «Собьёт новую ватагу, поймаем её, и снова накол». «Да чего ты заладил, накол, накол?» «А ты, если есть что предложить, говори. Просто так эту козлину я тебе не отдам. Всё, я сказал». «Ладно, смотри», — тяжело вздохнул я. «Мне нужно время, чтобы закончить войну на Севере. Шансы на это есть и неплохие, но мне нужны люди». «У меня нет и не дам», — перебил меня Дитрих. «Да я и не прошу. Ты дослушай». «Ну». «Когда у нас на островах война закончится, северяне вновь начнут набеги на континент, и ты будешь под ударом». «Почему это?» «Так тут у северян была масса успехов. Все захотят повторить подвиги Рмора-хитреца, но есть шанс всего этого избежать». «Как?» «Я поведу налетчиков на Нусвен». «Они вас разобьют в пух и прах». «Не разобьют. И я приеду не просто грабить». «А что тогда?» «Я коротко изложил свою идею. И чем больше я рассказывал, тем шире становилась улыбка Дитриха». «Чёрт! А мне твой план очень даже нравится». «Ну, а если ты мне поможешь, то сам понимаешь, какая награда тебя ждёт». «О, да!» Мечтательно закатил глаза Дитрих. «Ладно, чёрт языкатый! Уговорил! Отдам тебе всех этих уродов». «Вот и отлично! А как ты, кстати, пояснишь это своим?» «Скажу, что продал этих тебе, что они и вам враги, но с тебя плата». «Какая ещё плата?» «Нахмурился я». «Пришлю ж мне пару кораблей с хламом, мехами, медовухой, ну и прочим, что у вас там есть. Я раздам своим воякам, и все будут довольны». «А пару кораблей это не жирно ли будет?» хмыкнул я. «В самый раз! Груз с одной пойдёт как выкуп запленных, а груз со второго уже распродаж. Будем торговлю налаживать». «Хо! Замётано!» кивнул я. «Ну, вот и договорились!» Дитрих грозно уставился на меня. «Но смотри, не вздумай меня обмануть!» «Мы вроде уже решили, что интерес у нас обоюдный от сотрудничества». «Я имею в виду, не облажайся у себя там, чтоб как с ромором не получилось». «А-а-а, ты в этом плане!» «Я постараюсь». Темница была ровно такой, какой ей и должно быть. Сырой, тёмной и страшной. Я шёл под ступеньком, идущим вниз, держа перед собой факел. Наконец лестница с неровными крутыми каменными ступеньками кончилась, и я зажигал по ровной поверхности. Где-то слышались капли, бьющие в камень. В темноте за ближайшей клеткой я слышал чьё-то то ли сопение, то ли кряхтение. Я прошёл несколько клеток, и стражник, сопровождающий меня, остановился возле очередной. «Они тут!» Я повернулся к решётке и позвал. «Гор! Эй!» В самом тёмном углу камеры заметил какое-то копошение, а затем к решётке подошёл мужик. Это точно был не Гор. Этот был настоящей глыбой. Здоровенный, мускулистый, всё тело покрыто шрамами и... Опа! А ведь я его знаю! Тарир-собака, присоединившийся к нашей ватаге ещё в самом начале моих приключений. К моему удивлению, Тарир меня тоже узнал, причём очень сильно этому удивился. Он протёр глаза, нахмурился и уставился в меня так, словно дыру хотел проделать. Всё ещё не веря собственным глазам, он вдруг спросил. «Я что, умер?» «Да нет, вроде жив пока», ответил я. «Тогда почему я вижу мертвецов?» «Где ты их видишь?» Я даже огляделся по сторонам. «Ты... Тебя ведь давно нет в живых», заявил Тарир. «Чего?» не понял я. «Ратор, племянник Рмора-хитреца, погиб на моих глазах. Во время сражения в море на Дракарах он сцепился с берсерком Конунга, и они оба упали за борт». Я собрался было ответить ему, что меня зовут Вотон, как вдруг услышал уведомления от приходящих один за другим системных сообщений. Ей, я беру км в море,